Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Россия в Крыму проводит системную преступную политику. Об этом свидетельствуют репрессии против несогласных с оккупацией. МИД Украины выражает протест в связи с очередной волной обысков и задержаний на полуострове, которые привели к смерти ветерана крымско-татарского национального движения ВИДЖИЯ Кашкам. В ведомстве призвали международных партнеров усилить давление на государство-агрессоры, чтобы защитить жителей полуострова от целенаправленных издевательств и преследований со стороны Кремля и ускорить деоккупацию Крыма. В оккупированном Крыму попрощались сумершие. Накануне во время обыска ФСБ в оккупированном Крыму ВИДЖИЯ Кашкам провести в последний путь ветерана крымско-татарского национального движения пришло более 4 тысяч человек. Легендарную женщину, всю жизнь боровшуюся за права и свободу крымских татар, похоронили в селе Новокленово. Она пережила депортацию в Узбекистан, с 50-х годов боролась за возвращение своего народа в Крым. Вернуться в ВИДЖИЕ помогло заступничество Андрея Сахарова. Кашкад до последних дней вела активную социально-политическую жизнь, ходила на митинги и протестные акции против действий Кремля. Меджли из крымско-татарского народа осудил убийство российскими оккупантами-активистки, также призвал украинских правоохранителей приложить все усилия для привлечения виновных к ответственности. Энергия ее жизненная чувствовалась и передавалась всем, с кем она общалась. И, конечно, когда такие символы уходят, нечто большое теряется. Очень жаль, что мы квалифицируем это не как просто смерть от инфаркта. Мы квалифицируем это как убийство. Это ужасное событие. Мы согласны с позицией руководства страны о необходимости наказания нелюдей, убивающих наших граждан в Крыму. Со своей стороны будем отрабатывать соответствующую доказательную базу для обращения в Европейский суд по правам человека и Международный криминальный суд. Мы также будем координировать правоохранительные органы Украины по Крыму. Это нацполиция, СБУ, прокуратура. По комплексному неотвратимому уголовному преследованию лиц, осуществивших это преступление и их руководителей. ВИДЖИЕ КАШКА стало плохо после обыска в ФСБ в оккупированном Крыму. Женщина скончалась в машине скорой помощи. По пути в больницу оккупанты обвинили ее якобы в вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции. По данным представителей Меджлиса, тот оказался аферистом. Он украл 7 тысяч долларов у семьи ВИДЖИЕ КАШКА. Накануне в ходе обыска в российские силовики задержали пятерых крымских татар. Сейчас они в СИЗО. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье «Убийство». 24 ноября день похорон ВИДЖИЕ КАШКА объявлен днем траура, сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. В центральном офисе Меджлиса в Киеве, в оккупированном Крыму и в местах проживания крымских татар за пределами полуострова приспущены национальные флаги. Меджлис крымско-татарского народа выражает искреннее соболезнование родственникам ВИДЖИЕ КАШКА. О ВИДЖИЕ КАШКА и о ее смерти говорят на международных площадках. Вчера об этом говорили наши представители Ахтем Чигос, в частности сейчас прибывает в Копенгагене, в Дании, в рамках заседания постоянного комитета ПАСЭ Совета Европы. Он встречался с политическим директором Министерства иностранных дел Дании, господин Туск, и во встрече с президентом Украины Порошенко, они обсуждали эту тему. Разумеется, каждый, кто виновен и в убийстве ВИДЖИЕ КАШКА, и в убийстве других граждан Украины в оккупированном Крыму, они все будут привлечены к ответственности. По меньшей мере 184 человека погибли и 120 раненые в результате теракта в Египте. Террористы взорвали бомбу в суфийской мечети возле города Эль-Ариш. После этого расстреляли выбегающих из помещения людей. По информации местных СМИ, информагентства Reuters, среди жертв атаки много детей и военных. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, правоохранительные органы подозревают боевиков исламского государства, которые считают последователей суфизма идолопоклонниками. Власти Египта объявили трехдневный траур. Европа должна стать более жесткой политически, риторически и идеологически. Имея серьезного противника Россию, страну с глубокой антиевропейской повесткой дня заявил об этом президент Украины Петр Порошенко во время выступления на пятом саммите Восточного партнерства. Глава украинского государства подчеркнул, ЕС открывает новые горизонты для восточноевропейских партнеров. Украине и странам Евросоюза стоит и в дальнейшем развивать партнерство. Европейский выбор Украины. Участники пятого саммита Восточного партнерства в Брюсселе признают европейские устремления Киева, говорится в итоговой декларации. Топ-политики стран ЕС одобрили полное вступление в силу соглашения об ассоциации с Украиной, а также Грузией и Молдовой. При этом отметили необходимость ускорения политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом. Полная имплементация поможет проведение необходимых реформ, подчеркнули в документе. Украина делает успехи в судебной реформе. В частности, отбор судей в Верховный суд был значительно более прозрачным и конкурентным, чем ранее, отмечено в совместном заявлении послов G7. В нем, подчеркнули, судебная реформа является критически важной, поэтому и украинцы, и международное сообщество будут внимательно следить за деятельностью новых судей, напомнили послы. И призвали их честно выполнять свои обязательства. Дефициты ракет для систем залпового огня нет. Боеприпасы производятся на украинских заводах. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Сейчас Украина имеет полный замкнутый цикл производства боеприпасов. Об особенностях нового ракетного комплекса в материале Андрея Юковина. В следующем году Украина начнет серийное производство корпусов для ракет залпового реактивного огня, заявляет в Совете национальной безопасности и обороны. На столичном заводе Артема презентовали новую технологическую линию. Уникальность оборудования заключается в том, что мы можем из сверхпрочных сплавов производить детали для наших ракет. То есть фактически это корпус ракеты, который обеспечит ее эффективное использование. Технологическую линейку оборудования заказали в Турции. Там она прошла испытания и только после всех этапов тестирования была привезена в Украину. Сейчас этап пуска наладочных работ. Президент компании Артем Антон Карпенко объясняет принцип работы нового оборудования. Вы ставите сюда короткую заготовку и после того, как ролики по ней проходят, у вас получается длинная труба длиной, скажем, 2500 мм. На начальном этапе заготовки для ракетных корпусов будут доставлять на завод Артема исключительно украинские производители. Их металл соответствует международным военным стандартам. Технология уникальна тем, что корпус двигателя не сварной, как в советских ракетах, а он изготавливается за один проход, быстро, с формированием всех поверхностей, необходимых, без нарушения структуры металла. Выкатка одного корпуса для ракеты занимает 18 минут. Вся остальная информация засекречена. Андрей Яковин, Ярослав Матяш, UATV. 7 декабря в прокат выходит художественный фильм «Киборги». Это работа украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева о защитниках Донецкого аэропорта. У каждого героя фильма есть реальный прототип. Сценарий Наталья Ворожбит писала в тесном сотрудничестве с воинами, которые 242 дня держали оборону объекта. Лента, говорят создатели, не о войне, а о современных героях, которые создают новейшую историю Украины. Творцы киноленты намерены часть выручки от проката фильма перечислить семьям погибших киборгов. Фильм не про войну. Фильм не о войне. Наш фильм о мире, который рождается посреди этой войны. И поэтому у нас много напряженных диалогов о том, что, собственно, мы защищаем, какую страну мы защищаем, в какой стране мы хотим жить. Хедлайнер этих мыслей, молодой человек. Для меня это большая надежда. Потому что я имею честь знать таких людей, которые с оружием в руках, или будучи волонтерами, медиками, там, на фронте, имея хорошее образование, имеют четкое представление, в какой стране они хотят жить. И самое главное, они хотят участвовать в строительстве такого государства. 13-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова завоевала серебряную медаль международного турнира Таллин Трофи, который проходит в столице Эстонии. Яркое выступление принесло ей 173,75 балла. Это рекордный показатель юной фигуристки. 19-летний Ярослав Панет, лидируя после короткой программы, в итоге стал бронзовым призером турнира. Лицензию на участие в зимней Олимпиаде 2018 фигурист обеспечил себе в сентябре на соревнованиях в Германии. Еще три добыли. Украинская танцевальная пара Александра Назарова, Максим Никитин, а также Анна Хныченкова в женском одиночном катании. На сегодня у Украины 15 олимпийских лицензий на игры в Корее, в фигурном катании и биатлоне. На этом все. Спасибо, что вам интересно, Украина. Увидимся через два часа. Оставайтесь с ЮйТВ.